Детские секции Тренерам уйдет от одного до трех месяцев. На начальном этапе специалисты рекомендуют заниматься не более трех раз в неделю, чтобы организм успевал восстановить силы после тренировок. В составе абонемента одно занятие будет стоить 200 рублей. Для посещения бассейна детям до 10 лет требуется предоставить справку от врача. Плавание – это жизненно необходимый навык. Мы живем с вами на Великой Русской реке Волги, поэтому я думаю, что стыдно говорить самарчанам, что они не умеют плавать. Происходит в течение занятий плаванием закаливание, общее оздоровление детей. Объем легких увеличивается, даже вот были такие варианты, что врачи рекомендовали астматикам заниматься детям плаванием. Также и для общего укрепления здоровья. Это очень полезно. После того, как ребенок освоил плавание, у него есть возможность продолжить обучение в составе спортивно-оздоровительной группы. Там тоже идет работа с тренером, но уже с повышенной нагрузкой. У детей появляется возможность принимать участие в соревнованиях. В зависимости от спортивных достижений им могут присваиваться разряды. Такие занятия также проходят три раза в неделю. Стоимость абонемента начинается от 2000 рублей. Если ребенок желает связать свою жизнь со спортом, тогда у него есть возможность перейти в спортивную школу, где из него будут готовить профессионала. Для тех, кто желает посещать бассейн в свое удовольствие, свободное плавание доступно по цене 150 рублей за занятие в составе абонемента. Тем, кто больше любит бегать, в Самаре открыты футбольные секции. Сюда прийти можно раньше, чем в бассейн. Набор открыт с трех лет. Главное, чтобы у ребенка не было противопоказаний. Игра в футбол полезна для здоровья. Она укрепляет сердце и сосуды, улучшает координацию движений и скорость реакции. Тонизирует организм и дает нагрузку на разные виды мышц. Да, правильное движение ставим, правильный бег ставим. Это, в первую очередь, зависит от каждого ребенка, от его желания. Если он в каждую тренировку приходит с желанием работать, конечно, он будет развиваться во всех планах. И, в первую очередь, это, конечно, физические данные уже изначально. Если они есть, конечно, легче с ребенком работать. Младшие дети занимаются два раза в неделю. Для тех, кто постарше, проводят от трех до пяти тренировок. Продолжительность занятия полтора часа. Стоимость месячного абонемента начинается от двух с половиной тысяч рублей. В эту сумму входит предоставление спортивного инвентаря. Кроме платных секций, у самарских детей есть возможность посещать и бесплатные занятия спортивного характера. Записаться можно в то время, когда проходит набор в группы. В конце года у нас объявляется набор на вакантные места. Мы их выставляем и в интернете, и тренеры ходят вокруг ближайших домов, объявляют набор. И любой желающий приходит к нам, может записаться, имея на руках разрешение врача, то, что ему можно заниматься этим видом спорта. Спорт – это дух, это здоровье, это развитие, это счастье ребенка. В спортивный центр для детей Мария Борисова пришла заниматься шахматами. Однако случайно попала в спортивный зал на занятия по аэробике и решила попробовать. С тех пор уже на протяжении 12 лет этот вид спорта ее не отпускает. В 11 лет с командой выступала на чемпионате мира. Вместе они прошли в финал соревнований и заняли шестое место. Говорит, самое сложное в этом спортивном направлении – отрабатывать новые элементы. Сначала было тяжело. Вот сейчас уже это доставляет удовольствие. Ты не замечаешь, насколько это выглядит, может быть, трудно, но если тебе нравится это занятие, то ты даже не замечаешь. Все трудности проходят, как обычная прогулка. Спортивная аэробика – это командный вид спорта, который помогает детям найти новых друзей и научиться действовать сообща. Аэробику считают одним из самых эмоциональных направлений. Во время выступления спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью. Это очень сложный вид спорта, сложный коррадиционный вид спорта, включающий в себя как элементы спортивной аэробики, хореографию, акробатику и вообще физическая подготовка ребенка. Тренировками по аэробике интересуются не только девочки, но и мальчики. Детей принимают с пяти лет. Занятия проводятся три раза в неделю, длительностью по два часа. Рукопашный бой, дзюдо, самбо и другие единоборства отлично подходят для детей, которые хотят выплеснуть свою энергию. После того, как спортивное карате стало олимпийским видом спорта, его популярность заметно выросла, рассказывает тренер Евгений Гульбасов. Любовь к боевым искусствам ему привил отец, который тоже тренировал детей. Занятия карате, как и любыми другими единоборствами, дисциплинируют ребенка. Карате очень разносторонний вид спорта. То есть там входит и работа руками, ногами, броски, акробатика. Также гибкость нужна очень хорошая. Координация очень влияет сильно на выполнение всех приемов. Поэтому развитие всего идет от организма. Детей на карате принимают с шести лет. Для того, чтобы начать заниматься, необходимо прийти на пробную тренировку, где наставник оценит навыки и спортивные данные будущего ученика. Для начала тренировок необходимо получить разрежение от врача. Занятия проходят в группах, которые делят по возрастам. Мальчики и девочки занимаются вместе и выполняют задания тренера наравне. Еще одним популярным видом спорта для комплексного развития ребенка является сноубординг. Привести ребенка на склон можно с пяти лет. В зависимости от возраста занятие длится от часа до двух. Дольше не рекомендуется, чтобы дети не уставали. Самое первое, с чего мы начинаем занятия с детьми, это, конечно, знакомство с ребенком. Мы находим какие-то общие точки контакта, создаем с ребенком. Знакомим его со снаряжением, проводим его на учебную горку. И там, под четким руководством инструктора, начинаем уже непосредственно обучение с базовых элементов. Вплоть до того, что учим ребенка, как пристегивать снаряжение, как управлять снаряжением, как стоять, как ходить, как тормозить. И после этого уже самые базовые элементы управления. Абонементы в этом направлении нет. Один час с инструктором стоит от 1400 рублей, плюс аренда снаряжения – 300 рублей. Кроме спорта, важно творчески развивать ребенка. Это учит малыша самовыражению и помогает ему познавать мир. Одним из популярных направлений является музыка. В Самаре можно найти большое количество секций по обучению игре на музыкальных инструментах. Индивидуальные занятия с преподавателем по гитаре стоят от 400 рублей за час. Начинать можно с 4 лет. Научиться петь тоже не проблема. В школу по вокалу можно пойти еще раньше – с 2 лет. Занятия проходят как в группе, так и в индивидуальном порядке. Хороший результат дают минимум 3 занятия в неделю. «Пройдут дожди и сноют все снега твои». «Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться дети, и мы на мире жить». По словам педагога, чем раньше ребенок начнет петь, тем быстрее сможет добиться хороших результатов. Кроме того, занятие вокалом помогает детям справиться с заиканием. В игровой форме с помощью специальных методик снимаются спазмы и зажимы. Дыхание становится ровным, уходит заикание. «Творческое направление очень важно как для детей, так и для взрослых. И если мы говорим о маленьких детях, которые еще 2-3 летки, для них очень важен запуск речи, развитие речи. И через пение, музыку и музицирование это проявляется и происходит наиболее скорым и быстрым способом. Начинаем всегда мы с основ. Основы – это дыхание, мышечная работа. Это все, что входит в понятие «постановка голоса». В составе абонемента кружок вокала обойдется родителям от 3000 рублей в месяц, в зависимости от интенсивности и количества занятий. Для тех, кому больше хочется двигаться, есть секции танцев. Набор открыт для детей старше 4-х лет. Занятия проходят в групповом формате от 8 до 12 человек. В хореографии, конечно, прежде всего, красота, это грация, это умение слушать музыку, вдохновение, конечно. В хореографии вообще все группы мышц задействованы, в том числе и мозг. Надо считать, надо слушать музыку, надо думать о том, как ты выглядишь, запомнить движение, запомнить порядок. Выбор направления остается за ребенком. Вариантов много, начиная от классических до экзотических бразильских и контемпорари. Абонемент включает в себя два урока в неделю длительностью 1 час. Стоимость месяца обучения – 2800 рублей. Если на обоях в доме регулярно появляются художественные шедевры, тогда вам однозначно дорога в кружок рисования. Сюда принимают тоже с 4-х лет. На занятиях дети создают свои первые красочные произведения, изучают цвета и учатся правильно пользоваться кистями. Кроме того, развивают воображение при помощи создания аппликаций. Занятия проходят раз в неделю. Стоимость абонемента на месяц – 1600 рублей. Дети, которые выпускаются из детского сада, зачастую не знают букв и не умеют читать. Поэтому для будущих первоклассников есть подготовка к школе, на которой ребенку прививается любовь к обучению по специальной методике. У нас проходят занятия по обучению детей в игровой форме, чтению и счету. То есть учим буквы, пытаемся читать слога, изучаем цифры, пытаемся складывать, отнимать. Занятия на расширение лексического запаса ребенка, на изучение форм, цветов, животных, среды обитания. Чтобы дети не уставали в процессе обучения, предусмотрены перерывы и физическая разминка. Начинать занятия рекомендуется за полгода до поступления в первый класс. В месячный абонемент стоимостью 1800 рублей входит 4 урока. Посещение ребенком детских кружков не обязательно подразумевает финансовые затраты. Например, на базе некоммерческого детского епархиального центра есть более 50 бесплатных программ как спортивного, так и творческого развития ребенка, которые включают в себя тематику православия. На любое направление принимают детей от 4 до 18 лет. Доступ к занятиям не зависит от пола или вероисповедания. Каждый детский центр находится при храме. Настоятель заботится, чтобы у детей, которые занимаются там, было все необходимое оборудование за счет бюджета храма. Сами по себе программы самые разные. Это, например, фотостудии есть у нас во многих филиалах. У нас дети снимают отличные ролики социальные, они тоже побеждают на разных конкурсах. У нас очень много фотографов, дети, которые учатся на фотостудиях. Есть, например, такие направления, как английский, есть направления, связанные с прикладным творчеством, есть изобразительное искусство, есть абсолютно уникальные программы, например, колокольный звон или иконопись. Кружки хореографии и хорового пения самые популярные. Также есть церковное пение. С конца апреля объявляется набор на следующий учебный год. Записаться можно на сайте, либо прийти в учебный филиал лично. Доступные направления можно найти в навигаторе дополнительного образования Самарской области. Чтобы ребенку доставляло удовольствие посещение кружков, специалисты рекомендуют позволить ему самостоятельно выбрать для себя направление. К тому же во многих секциях есть пробные занятия. Возможно, стоит договориться с ребенком об их посещении. Тогда выбор будет сделать проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова